Вакцина «Спутник Ви» белорусского производства прошла финальное испытание. Лабораторные исследования длились три недели в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в России. Отечественный производитель уже отгрузил почти 360 тысяч доз первого компонента. Сейчас вакцину доставляют во все регионы страны. В Беларуси участили случаи кибермошенничества. Только в столице с начала года зафиксировано свыше 2000 таких преступлений. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2020-го. Стоит помнить, сотрудники банка никогда не будут требовать данной карты, информацию для входа в интернет-банкинг и тем более устанавливать на телефон клиента какие-либо сторонние приложения. В стране подорожало автомобильное топливо. Стоимость 95-го и дизеля теперь составляет рубль 94 копейки. 92-го – рубль 84. 98-й обойдется в 2 рубля 18 копеек. С начала года это уже 14-е повышение цены на бензин. К слову, по традиции он дорожает со вторника. Беларусь планирует отменить карантин для привитых туристов. Об этом заявил министр здравоохранения. Дмитрий Пеневич отметил, сегодня стоит задача вакцинировать своих граждан, пока желающих больше, чем возможностей. А когда внутренний спрос будет удовлетворен, можно подумать и о прививочных турах для иностранцев. Беларусы собирают деньги на восстановление костела в Буцлаве. Только за сутки на счет прихода перечислено свыше 40 тысяч рублей. Этот костел – историческая и культурная ценность, а Буцлавский фестиваль включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.